Глава одиннадцатая. Жизнь и смерть. Наши мудрецы говорят в Ирувин 13 бет. Два с половиной года школы Шамая и Хиллеля спорили. Бет Шамай сказал, лучше для человека, если бы он не был сотворен. А Бет-Хиллель сказал, лучше для человека, чтобы он был сотворен, чем не был сотворен. В итоге оба пришли к заключению, что для человека лучше, чтобы он не был сотворен. Но раз уж он сотворен, он должен исследовать прошлые дела и покаяться. Некоторые говорят, что они пришли к заключению, что он должен обдумать будущую выгоду и исполнять заповеди, несмотря на нынешние потери, понесенные при этом. Жизнь дана нам не для успокоения, расслабления и отдыха. Вот что мудрецы говорят об Яакове, берешит раба 84 дробь 3. Когда праведные обитают в спокойствии и хотят продолжать поступать так и дальше здесь, на земле, приходит сатана и обвиняет их. Разве им недостаточно того, что их будущая награда обеспечена, но они еще и ищут спокойствия здесь, на земле? Будь осторожен, чтобы этого не произошло на самом деле. Поскольку Яаков искал спокойствия, он был наказан исчезновением Йосефа. Сказано, Яаков жил, берешит 37.11, А также, Я не видел ни покоя, ни мира, ни отдыха, но начались несчастья. Иов 3.26 Я не видел покоя из-за Эсава. Я не видел мира из-за Лавана. Я не видел отдыха из-за Дины. Начались несчастья. Меня постигло несчастье с Йосефом. Конец цитаты. Жизнь предназначалась не для успокоения и удовольствия, но для сложных и даже опасных задач, посредством которых человек может духовно возвыситься и подавить свои злые позывы и эгоизм. Он может принять небесное ярмо Бога, исполнять заповеди и подражать своему Создателю, пока не достигнет уровня, лишь немного уступающего ангелам, а по сути превышающего их, потому что он подавляет свой злой позыв. Земная жизнь коротка и ограничена. Это узкий вестибюль, ведущий к небесному залу пиршеств. Дней нашей жизни 70 лет, а при большой крепости 80 лет, надменность их, суета и ложь, ибо быстро мелькают они, и умираем мы. В течение этого короткого промежутка времени долг еврея состоит в том, чтобы жить, и нет жизни иной, кроме как в Торе. Как мы ежедневно повторяем в молитве Маариф, Тора — наша жизнь и долгота наших дней. День смерти — это конец жизни, конец того времени, когда у человека есть время совершать заповеди, служить Богу и восхвалять Его. В этот день роль прекращается, и возможность духовно возвышаться, служить Богу и восхвалять Его, заканчивается. Наши мудрецы сказали, Шаббат 151 бет. «Для однодневного младенца живого мы можем осквернить субботу». Тора сказала, «Оскверните одну субботу, чтобы спасти его жизнь, чтобы он мог совершать много суббот». Однако для того, кто умер, даже для царя Давида, мы не можем осквернять субботу, то есть, чтобы похоронить его. «Как только человек умирает, у него больше нет заповедей, как сказал Раби Йоханан, среди мертвых освобожденные». Таилием 88, дробь 6. «Как только человек умирает, он становится свободен от заповедей». Далее Шаббат 30 алиф так комментирует стих. «Мертвые не славят Господа». Таилием 115, дробь 17. «Человек должен всегда заниматься Торой и выполнять заповеди, пока он не умрет. Как только он умер, эти занятия прекращаются, и Бог не получает славы от него. Конец цитаты. Бог сказал, «Я создал этот народ для себя, чтобы они могли возвещать мою славу». Ишаяу 43, дробь 21. «Долг человека – восхвалять Бога и венчать Его царем, соблюдая Тору и заповеди. Бог учредил для этого надлежащее время и место, земную жизнь. И если человек не выполняет свой долг здесь, на земле, то когда его время проходит, становится слишком поздно». Сам факт, что человек дышит и имеет душу, обязывает его воздавать Богу богатое словословие. «Душа Нешама пребывает в человеке через его дыхание Нешима. Наши мудрецы говорят об этом так», берешит раба 14, дробь 9. «При каждом вздохе, который делает человек, он должен воздавать славу своему Создателю». Почему? Потому что сказано «Каждая душа Нешама должна славить Бога» Таилим 150, дробь 6. И Нешама означает Нешима – дыхание. Однако, когда дыхание прекращается, становится слишком поздно. «Услышь слово Бога, дом Якова» Ермиягу 2, дробь 4. «Внимай слову Торы, или ты услышишь пророчество. Внимай пророчеству, иначе услышишь порицание. Внимай порицанию, иначе услышишь сердитые слова. Внимай сердитым словам, иначе услышишь горн и трубу насильственного идолопоклонства». «Смотри, Даниил 3, дробь 5. «Внимай этому в земле Израиля, иначе услышишь это в изгнании. Внимай, пока ты жив, иначе услышишь это мертвым». Елкут Шимани, Ермиягу 2, дробь 264. Чуть позже в этой главе я объясню понятие времени. Человеческая жизнь, которую он живет, приходит посредством жизненной силы, которую вдыхает в него Бог. Пока у него есть эта сила, он может очищаться, возвышаться духовно и жить. Однако в момент смерти его душа, называемая хая, жизнь, как будет показано ниже, есть еще четыре слова «нефеш», «руах», «нышама» и «ехида», берешит Раба 14, дробь 9. «Вылетает из тела, и в нем образуется духовный вакуум» — «холлал». Тело лишается всякого духовного содержания, в нем больше не остается души. Вот почему тело названо «холлал», как во дворим 21, дробь 1, когда найден в земле Израиля пораженный «холлал». Пока в теле есть душа, хая, человек может преобразовать свою жизненную силу в истинную жизнь, святую и возвышенную. Тело свято, поскольку свята душа, наполняющая его. Однако, как только душа выходит, тело превращается в духовный вакуум. Вот почему тело, еще недавно бывшее святым, становится нечистым холлалом, лишенным всякой святости. Мы всегда должны помнить о трагедии усопшего. Еще недавно он был обязан выполнять заповеди и осуществлять свой долг на земле, но теперь он утратил всякую причину для бытия, превратился в духовный вакуум. То, что осталось, полностью осквернено. Цитата. «Среди мертвых освобожденные, как убитые, лежащие в могиле». Таилим 88, дробь 6. Именно это имели в виду наши мудрецы, объяснив, что когда Яков повелел своим сыновьям, принести его гроб, он добавил. Бымитбар-раба 2, дробь 8. «Пусть левий не несет его». Почему? Потому что он носит ковчег завета, а тот, кто носит ковчег бессмертного бога, не должен нести ковчег мертвого. Конец цитаты. Между жизнью и смертью лежит непреодолимая пропасть. Она отделяет святость живых от полного отсутствия святости мертвых, чья роль на земле завершилась. В Танхума, в Аихи 4, ученики спрашивают, можно ли произносить благословение Авдала над свечами и благоуханиями мертвых? Ответ следующий. «Наши раввины учили так. Мы не произносим благословения над свечами и благоуханиями мертвых». Почему? Потому что сказано, Таилим 115, дробь 17, «Мертвые не славят Бога». Конец цитаты. В каждый момент, в который человек наслаждается богатством и счастьем, он в десять раз больше испытывает страданий и тревог. Если бы человек был создан для получения удовольствий, то было бы лучше, чтобы его не создавали вообще. Действительно, человек был создан, чтобы освящать Божье имя, возвещать его славу и придерживаться его учений и постановлений. Бог пожелал получить удовлетворение из создания человека, что могло быть достигнуто за счет того, что человек увенчает Бога царем над землей, подчинится его владычеству и покорит свое высокомерие и злой позыв. Какой бы сложной ни была жизнь, она все же приятна, поскольку человек имеет возможность жить благочестиво, ходя Божьими путями. Таким образом, он освобождается от суеты этого мира и от самой смерти, как я объясню позже. Наши мудрецы сказали, Илья Ураба, глава 18, «Так сказал Бог Израилю, дорогие дети, изучение Торы это единственный истинный источник радости на этой земле». «Если человек получает радость от серебра и золота, драгоценных камней и жемчуга здесь, на земле, то принесут ли они ему радость после смерти? Как только он умрет, радость от них обратится в ничто. Придите, обретите полное счастье со мной, так как и я рад с вами навсегда и навечно». «Будь счастлив и радуйся вечно!» Ишаяу, 65-18. Конец цитаты. «Как же это верно!» Царь Шломо сказал, Коэлит 7-1, «Доброе имя лучше драгоценного масла и день смерти дня рождения». Конец цитаты. «Если человек проводит жизнь так, как желает того Бог, заслуживая своей жизнью хорошую репутацию, тогда день смерти для него станет гораздо лучше дня рождения. Когда человек только рожден, еще неизвестно, как он проживет жизнь. Как сказали наши мудрецы, Коэлит Раба 7-1-4, «При рождении человек получает клеймок смерти». Она приближается с каждой секундой. Когда он умирает, он получает клеймок жизни. То есть, если он прожил жизнь хорошо, он получает свою небесную награду. При рождении человека все радуются, а при смерти все плачут. Однако это неправильно. Нам действительно не следует радоваться, когда рождается человек, поскольку мы не знаем, какие дела он совершит, будет ли он праведным или злым. Только когда праведный человек умирает, мы должны быть рады, поскольку он смог оставить этот мир с добрым именем». В Коэлит 7-2-4 говорится «Лучше пойти в дом скорби, чем в дом пира, ибо это конец всех людей, и живые примут это к сердцу. Сердце мудрых в доме скорби, но сердце глупцов в доме веселья». Конец цитаты. «Дом скорби возвращает человека к фундаментальной истине жизни. Поскольку жизнь коротка и заканчивается смертью, нельзя безрассудно разрушать ее, как в доме пира». Смотри Танхума. Начало Ваяхэл. Вот о чем мы читаем в Ялкут, Шимонии, Коэлит 7-973. «Ибо это конец всех людей. Если твой друг приглашает тебя на пир, но ты не идешь, ты можешь сказать, мы посетим тебя при следующем обрезании. Если у него обрезание, и ты не идешь, ты можешь сказать, мы посетим твои похороны». Конец цитаты. Этот источник напоминает нам о том, что со временем смерть унесет каждого из нас. Если человек не следует Божьим законам, то в его жизни нет смысла. Точно так же и у всего мира не было бы причины для существования, если бы Израиль не принял Тору. Как я уже писал, весь мир был создан Богом только для того, чтобы осуществить высокие Божьи мысли, качества и учения. Бог пожелал, чтобы человек, проявляя преданность Торе, увенчал его царем над всей землей и над самим собой, таким образом, подавляя свой злой позыв и высокомерие, и духовно возвышаясь. Если бы не было ни одного народа, который мог бы получить и исполнить Тору, то не было бы и причин для существования мира и человека. Как я уже цитировал, Шаббат 88, Алиф, Бог поставил условие перед творением, что если Израиль примет Тору, мир будет длиться, в противном случае «Он восстановит хаос». Конец цитаты. Даже с точки зрения конкретного еврея он был сотворен для того, чтобы держаться Бога и следовать Его путям. Если он этого не делает, тогда зачем он был создан? Зачем он нужен Богу? Его жизнь не имеет смысла. Фактически, хотя он и передвигается по земле как живой человек, в действительности он не считается живым. Царь Давид сказал, Таилим 26,4,5, «Я не сидел с никчемными людьми, Митей-Шаф, и я не пойду с теми, кто скрыт, на Аламим. Я ненавижу собрание грешников и не сяду с нечестивыми». Конец цитаты. Нечестивые названы никчемными и скрытыми, из чего мы извлекаем важный урок относительно основания нашей жизни на земле. Бог наполнил человека жизненной силой, как сказано, Берешит 2,7, «Он вдохнул в его ноздри дыхание жизни, и человек стал живой душой». Конец цитаты. Все предназначение жизненной силы человека состояло в том, чтобы помогать ему духовно возвышаться и подражать своему Создателю. Человек считается подлинно живым лишь тогда, когда он использует свою жизненную силу для правильной цели. однако, если он опускается до животного эгоизма, он становится не лучше животного, которое хотя и передвигается, но не живет по-настоящему, поскольку занято только удовлетворением своих похотей и потребностей тела. В чем разница между зверем и мертвым человеком? Имеет ли существенную важность тот факт, что зверь ест, пьет, удовлетворяет различные потребности, имеет спутника жизни, а мертвый человек не делает ничего из этого? Зверь не может возвышаться духовно, чем не отличается от мертвого, следовательно, его жизненная сила качественно ничем не лучше. «Мы живем на этой земле для особой, благородной цели» Мишлей 10.16 «Дела праведных составляют жизнь. Кто нашел меня, нашел жизнь» Мишлей 8.35 «Бог дает нам жизненную силу и возможности преобразовать ее в настоящую жизнь, как сказано» Таилим 16.11 «Дай мне знать путь жизни, с тобой источник жизни» Таилим 36.10 «Страх Господа источник жизни» Мишлей 14.27 «Я буду ходить перед Господом в землях жизни» Таилим 116.9 «Жизненная сила человека как таковая это не настоящая жизнь, не то, что обычно называют жизнью. У настоящей жизни есть земли, пути и источники, и лишь тот, кто знает путь и источник настоящей жизни, заслуживает право жить в ее земле». Только одно существо, человек способен использовать свою жизненную силу для достижения настоящей жизни, то есть заниматься святыми, созидательными видами деятельности, ведущими к возвышению и облагораживанию его души. Таким образом, душа человека называется хая, живая. Цитата. «Враг преследовал мою душу, он поверг мою хая на землю» Таилим 143.3 Воля Бога в том, чтобы человек занимался святыми видами деятельности. Он был создан для этой цели и не для какой другой. Следовательно, когда человек упускает творить волю своего Создателя, но вместо этого пользуется своей жизненной силой для достижения одушевленного существования животного, его нельзя назвать живым в том смысле, который соответствует намерению Бога. С точки зрения своего земного долга, он мертв, он лишь животное в человеческом обличье. Суть проста. Ашем это живой Бог, символ жизни и творец жизни. Он есть сама жизнь. Кто из всей плоти слышал голос живого Бога, исходящего из пламени огня? Варим 5, 23. Он живой Бог и вечный царь. Ирмиягу 10, 10. По этой причине Тора также называется жизнь. Цитата. Вот я сегодня положил перед вами жизнь и добро. Дворим 30, дробь 15. По этой же причине жизнью названа земля Израиля. Цитата. Я принесу радость на землю жизни. Ехескель 26, дробь 20. В переводе Таргум Йонатан этот стих звучит так. Я установлю радость в земле Израиля. Итак, живым называется только тот, кто держится Бога, источника жизни. Цитата. Вы держащиеся Господа вашего Бога. Вы все живы сегодня. Дворим 4, дробь 4. Храните мои заповеди и живите. Мишлей 4, дробь 4. Кто не хранит Божьи заповеди, числится не среди живых, а среди ходячих мертвецов. Вот почему нечестивые названы никчемными людьми и спрятанными на ламим. Если прочитать в обратном порядке слово мат, то получится там, что значит законченный, тоже относится и к нечестивцу. Хотя он вроде бы жив, в действительности это не так. Его жизнь в кавычках закончена, он уже превратился в зверя, который обладает жизненной силой, но неподлинной жизнью, связанной с величием и духовностью. Слово «метим» индивидуумы в Танахе почти всегда связано с грешниками, войной, несчастьями или небольшим количеством. О Сихоне Танах говорит следующее Дворим 2 дробь 34 «Мы уничтожили все города, их народ метим, включая женщин и детей». Конец цитаты. Писание называет их метим, потому что из-за своего нечестия они классифицируются как метим, мертвые, то есть заслуживающие смерти. Это то же самое, как если бы они уже были мертвы. То же мы читаем и об Оге «Смотри дворим» 3 дробь 6 «Софар наамитянин, порицая Иова за ропот против Бога, сказал Иов 11 дробь 3 «Твоя ложь заставила людей метим, замолчать, ты насмехаешься над Богом, никто не устыдит тебя». Конец цитаты. Софар имел в виду, что Иов, влияя на людей подобным образом, сделал их еретиками, отсюда и наименование метим. В Ешаягу 3 дробь 25 говорится «Твои люди мета их падут от меча, что также относится к нечестивым». Это понятие также связано с несчастьем. Цитата «Итак мой народ пошел в плен за жажду знаний и их уважаемые люди голодают». Митей Раав Ешаяу 5 дробь 13 «Согрешив и потеряв свою землю, Израиль превратился в народ голода». О наказании изгнанием в Торе говорится дворим 4 дробь 27 «Тебя останется мало Митей по числу среди народов». Конец цитаты. «То есть ты станешь слабым, запуганным меньшинством, вечно страшащимся смерти за свои грехи». Как слово «Митим» в применении к грешнику подчеркивает, что он отказался от подлинно человеческой жизни и перешел к жизни зверя, также и слово «Нааламим» означает, что из-за своего нечестия он уже скрыт от мира. Пророк Наум сказал 3 дробь 11 «Ты также будешь пьян и скрыт на Алама». Радак комментирует «Как если бы ты не существовал в согласии со словами Авадия стих 16 «Они будут пить и поглощать Велау «Они будут как если бы они не существовали». Конец цитаты. В Авадии Радак исходит из того, что значение слова «Велау» основано на стихе Мишли 20 дробь 25 «Тот, кто падает жертвой греха, поглощает Ила святое». Ибн Эзра также обращается к 16 стиху Абадии, когда переводит Йов 6 дробь 3 таким образом «Следовательно, мои слова поглощены Лау». Он комментирует «То есть они скрыты, как будто поглощены». Конец цитаты. Как видим, грешник наказывается «скрытым» в кавычках, потому что он как бы поглощает святое, делая его несуществующим и точно так же сам оказывается поглощен из мира живых, как будто его в нем никогда не было. Бог преподал народу Израиля этот вечный урок, когда решил наказать Короха и его сподвижников страшным наказанием. «Их поглотила земля». Цитата. «Они пали в глубины живые со всем, что у них было». Бемидбар 16, дробь 33. Корох и его сподвижники названы Решаим, грешники, поскольку они посеяли раздор, а Датан и Аверан еще и проявили дерзость. Наши мудрецы сказали Бемидбар Раба 18, дробь «Четыре названы Решаим, тот, кто поднимает руку, чтобы ударить своего товарища, хотя тот его и не бил, кто занимает и не возвращает долг, дерзкий, кто сеет раздор». Конец цитаты. Более того, Корох также отрицал божественное происхождение Торы. Корох спорил с Моше и сказал, «Моше сделал все это сам». Танхума, Корох 8. По этой причине Бог решил показать, что нечестивые могут живьем быть поглощены и скрыты, словно они метим, мертвые. «Для этого он повелел земле разверзнуться и она скрыла их и они были потеряны для общества». Бэмидбар 16 дробь 33. Наши мудрецы сказали Танхума там же 9. «Некоторые говорят, что даже по сей день группа Короха жива, пребывая в вечном состоянии наказания». Конец цитаты. Таким образом, Бог создал наглядный пример, чтобы преподать всему сообществу важный урок. Хотя грешник и пребывает среди живых, его поглощает та же самая земля, на которой он должен был духовно расти. Можно сделать и такой вывод. Грешник старается скрыться от своей земной миссии. Поступая так, он сбрасывает ярмо этого мира, Ол-Олам. Однако Бог воскликнул, «Ты не можешь укрыться от него». Дворим 22.3 В этом стихе говорится о некоем потерянном предмете, который нашли, но продолжают игнорировать, как будто его не существует. Раши. Бог говорит об этом так, «Ты не можешь, тухал, скрыться от него». Онкелос комментирует, «Ты не имеешь права скрыться». Более того, у человека не просто нет права, но он в полном смысле слова не может скрыться, как будто это действительно невозможно, ведь Бог может читать мысли. Точно так же говорится о человеке, отдающем детей Молоху». Ваикра 20.4.5 «Если люди земли скрывают Яалиму свои глаза от этого человека, я обращу свое лицо против него». Конец цитаты. Так же сказано «Ехэскель 22.26. Они скрыли свои глаза от моих суббот, я осквернен среди них». Конец цитаты. От Бога убежать невозможно, как сказали наши мудрецы Бава Митсия 61. Бет по поводу стиха Ваикра 19.36. «Справедливые весы, справедливые меры, справедливая Ефа и справедливый Ин ты должен иметь. Я Господь твой Бог, который вывел тебя из земли Египта». Конец цитаты. Бог сказал «Это Я, кто в Египте отличал между каплей семени первенца и каплей непервенца». «Это Я, кто в будущем накажет человека, дающего в долг еврею с процентами, заявляя, что деньги принадлежат не еврею, человека, хранящего предметы, которые он взвешивает в соли, чтобы увеличить их вес, человека, продающего поддельную краску, заявляя, что это настоящий Техелет, дорогая небесно-синяя краска, и человека, смешивающего некошерные рыбьи кишки с кошерными рыбьими кишками, которые он продает еврею». Конец цитаты. Другими словами, даже если человек грешит в тайне, думая, что спрятался от всех, Бог все равно его видит. «Человек не только не может укрыться от своего долга, но, пытаясь это сделать, он как бы исчезает из мира. Вот почему Бог называет грех алумим скрытой вещью». Цитата. «Ты положил наше беззаконие перед собой, наше алумим на свет своего лица». Таилим 90 дробь 8. «Грехи, которые мы пытаемся скрыть, продолжают пребывать под пристальным взором Бога. Ничто не избегнет его взора». Как сказал царь Давид Таилим 44 дробь 22, «Он знает тайны сердца». Таким образом, Бог называет грешника, который пытается избежать своего долга, на Аллам скрытый. Если человек пытается спрятаться, то считается, что он уже исчез из земли жизни. Он исчез, будучи поглощен. Наша святая Тора дала нам великое откровение. Праведный человек даже после смерти называется живым, в то время как грешник, даже будучи живым, называется мертвым. Причина этого в том, что Тора и добрые дела праведника остаются после него в качестве вечного примера для нас. Обсуждая стих, «Живые знают, что они умрут, но мертвые не знают ничего». Коэллет 9, дробь 5. Наши мудрецы говорят, «Живые знают, что они умрут, это праведные, которые в смерти названы живыми, но мертвые не знают ничего, это нечестивые, которые названы мертвыми во время своей жизни». Цитата, «А ты, о нечестивый труп, халал, князь Израиля». Ехескель 21, дробь 30. Это сказано о царе Циткиягу, когда он еще был жив. Другой пример. «Словом двух свидетелей или трех свидетелей мертвый человек будет казнен». Дворим 17, дробь 6. «Он жив, однако считается, что он уже умер». Брахот 18, алиф. Мы увидели, что слово «халал» обозначает «труп», однако в Ехескель оно используется в другом значении, «когда человек умирает, его тело называется халал, буквально вакуум, поскольку смерть освобождает от заповедей». Однако у Ехескеля Бог развивает эту мысль и называет живого грешника нечестивым трупом. Наши мудрецы сказали «Танхума Итро 1». Танах утверждает «Я увидел, как хоронили нечестивых и они пришли». Коэлит 8, дробь 10. Можно ли хоронить нечестивых, однако при этом они приходят и уходят? Раби Шимон отвечает «В течение жизни нечестивые подобны мертвым и их хоронят». Сказано «Нечестивый человек тяжело трудится митхолел все свои дни». Иов 15, дробь Что подразумевается под словом митхолел? Оно обозначает метхолел «мертвый труп». Конец цитаты. Наши мудрецы также сказали «Танхума визот габраха 7». «Смотри, твои дни приблизились к смерти». Дворим 31, дробь 14. «Могут ли дни умереть? Нет, но это относится к праведным. Хотя они умирают, заканчиваются их дни, но сами они остаются». Сказано «В чьей руке душа всего живого?» Иов 12, дробь 10. «Разве в руках Бога только души живых, но не мертвых?» «Нет, но это относится к праведным, которые даже после смерти названы живыми». Сказано 2 Шмуэля 23, дробь «Ванея, сын Иодая, сына живого человека из Ковцы Ила, который сделал могущественные дела». Конец цитаты. «Можно ли быть сыном мертвого человека?» «Нет, но можно быть сыном нечестивого, даже жизнь которых названа смертью, а ты о нечестивый труп». Ехескель 21, дробь Также сказано Дворим 17, дробь 6. «Словом двух свидетелей или трех свидетелей мертвый человек будет казнен». Конец цитаты. Может ли быть казнен мертвый человек? Нет, но грешник при жизни считается мертвым. Это так, потому что он видит, как светит солнце, но не произносит благословение Богу, который создает свет. Он видит, как оно заходит, но не произносит благословение Богу, который приводит вечер. Он ест и пьет, не произнося благословения. Однако праведные произносят благословение за все, что они едят, пьют, видят или слышат. Они делают это не только в течение жизни, но и сразу же после смерти. святые возвышены в славе, они поют от радости на своих смертных ложах. Возвышенное словословие Богу в их устах, обоюдоострый меч в их руке. Таилим 149 дробь 5-6 Конец цитаты Если даже нечестивые Израиля названы мертвыми, то насколько же больше это относится к неевреям, которые не посвящены Ашему, живому Богу, и потому считаются мертвыми по самой своей сути. Вот о чем говорит Танхума, когда они скажут вам, спросите медиумов и прорицателей, которые бормочат и болтают, не должен ли народ искать своего Бога? Нужно ли спрашивать мертвых о живых? Ишаяу 8-19 Бог сказал Израилю, если народы скажут вам, оставьте Бога небес и спросите прорицателей, скажите им, не должны ли люди искать своего Бога? Как Илья сказал Ахазу, 2-я царей, 1-6, разве потому, что нет Бога в Израиле, ты посылаешь спросить Ваал-Зебуба, Бога Ак-Карона, конец цитаты, почему мы оставили вечного? Господь Бог, истинный Бог, Он живой Бог и вечный царь, Ирмияу 10-10, должны ли мы спрашивать мертвых? О них говорится, у них есть рот, но они не говорят, глаза, но не видят, Таилим 115-5, но о нас говорится, только вы, держащиеся Господа вашего Бога, вы все живы сегодня, Дворим 4-4, следовательно, мы должны искать живого Бога, но о языческих божествах достанут делающие их подобны им, Таилим 115-8, эту же мысль наши мудрецы проводят в Танхума, Шемини 6, Раби Танхума, бен Ханилай, сказал, «Бог разрешил народам поглощать некошерные мерзости». В качестве примера врач пришел к двум пациентам. Он увидел, что один умирает и сказал его семье, чтобы они накормили его всем, чем он захочет. Он увидел, что другой выживает и объяснил его семье, что ему можно есть, а что нельзя. Врача спросили, почему одному он разрешил все, что тот захочет, а другому запретил есть некоторые виды пищи. И он ответил, «Я сказал одному, что он может есть одни виды пищи, но не может другие, потому что он будет жить, но семье другого я сказал, что он может есть все, что захочет, потому что он умирает». Так же и Бог разрешил народам есть некошерные мерзости, но сказал еврейскому народу, которому предназначено жить, «Вы должны быть святы для меня, ибо я свят». Вайкра 20.26 «Вы не должны делаться отвратительными». Вайкра 11.43 «Это вы можете есть». Там же стих 9 «Это вы не должны есть». Там же стих 4 «Не оскверняйтесь с ними, чтобы вы не запятнались через это». Там же стих 43 «Почему так? Потому что еврейскому народу предназначено жить. Только вы, держащиеся Господа вашего Бога, вы все живы сегодня». Дворим 4 4 Однако если грешит еврей, то его тоже называют мертвым уже при жизни. Пока он живет, он оскверняет землю, по которой ходит. Бог постановил, что если человек прикасается к трупу или даже просто находится с ним в одной комнате, он становится нечистым, точно так же и грешник, будучи мертвым уже при жизни, оскверняет всех, кто делит с ним общий земной дом. В итоге, когда Бог действительно убивает такого человека, мир наполняется радостью и весельем. Как сказано в уже приведенной цитате из Санедрин 71 бет, «Смерть нечестивых полезна, как для мира». Так и для самих нечестивых, когда нечестивые пребывают в спокойствии, это плохо и для них, и для мира. Конец цитаты. Смерть прекращает нечистое поведение и греховный образ жизни грешника, что для него хорошо и полезно. Из мира его удаляет ничто иное, как любовь Бога, цель которой остановить зло. Вот почему наши мудрецы сказали, Санедрин 45 алиф и повсюду в Талмуде, «Люби своего ближнего, как самого себя». Вайкра 19 дробь 18 «Выбери для него возвышенную смерть». Конец цитаты. Хотя в этом источнике говорится о грешнике, заслужившем смертную казнь, при этом сказаны и такие слова «Люби своего ближнего, как самого себя». Даже в казни грешника проявляется любовь к нему, поскольку мы удаляем его из мира, чтобы он не смог больше творить зло. Даже казнь должна быть с любовью. Бог создал человека для особой цели, и в тот момент, когда он решил его сотворить, жизнь человека стала обязательным требованием. Слова «Ты будешь жить ими» дворим 18 дробь 5 не просто благословляют или позволяют, но обязывают человека выполнять самую важную заповедь из всех. В конце концов, чтобы выполнять заповеди, необходимо жить. Следовательно, Бог повелел, чтобы человек жил и настрого запретил пытаться избежать обязательств, выполняемых при жизни. Вот почему Тора содержит строгое постановление «Не скорбеть по самоубийцам». Юраэд Деаа 345 тропь 1 «Однако есть и еще кое-что. Помимо того, что человек обязан жить, ему еще и запрещается расточать время и терять даже мгновения, если их можно потратить на исполнение своего долга. Каждую секунду своей жизни человек должен посвящать исполнению своего земного долга, а именно духовно расти через исполнение заповедей, подражание Богу и следование ему и его учениям. Если человек тратит время на дела, с помощью которых планирует скрыться от своего долга или вообще из мира, например, предаваясь излишествам в вине и сне, он совершает тяжелейший грех, предает свой долг и разрушает самого себя. Создав сон, Бог дал человеку практический символ прекращения жизни. Когда человек спит, он не может выполнять заповеди и, по большому счету, не исполняет долг жизни в смысле духовного роста. Мораль вышесказанного в том, что спать следует так мало, насколько это возможно без причинения вреда здоровью. Каждый час сна крадет час от жизни, от исполнения заповедей, так что человек изменяет свою роль в мире. Бог назвал год по-еврейски шана, а сон похожим словом шейна. Этим он хотел дать нам понять, что мы не должны тратить время в пустую. Ленивец спит столько, что в итоге теряет годы, годы жизни, ведь в это время он не исполняет свой земной долг. Об этом пишет царь Шломо, Мишлей 6, дробь 4, 6-11. Не допускай ни сон в твои глаза, ни дремоту в твои веки. Пойди к муравью, бездельник, подумай о его путях и будь мудр, не имея начальника, надсмотрщика или правителя, он заготавливает свой хлеб летом и собирает пищу при урожае. Сколько ты еще будешь спать, бездельник, когда ты проснешься от сна? Еще немного посплю, немного подремлю, немного сложу руки, чтобы поспать, так и твоя бедность придет как разбойник и твоя нужда как вооруженный грабитель. Конец цитаты. Наши мудрецы сказали Руфь раба 3 дробь 3. Грешник в будущем мире говорит пойду и раскаюсь, но ему говорят глупец, разве ты не знаешь, что небо подобно субботе, а мир из которого ты пришел подобен предыдущему дню. Если человек не подготовился в предыдущий день, что он будет есть в субботу? Конец цитаты. Человек, поучись у муравья, как правильно приготовиться к субботе, пока ты еще в зале ожидания. Когда ты окажешься в зале пиршества, будет уже слишком поздно. В другом месте Илья Ураба 13 мы читаем «Следует хранить себя ото сна, ибо дремота облечет человека в лохмотья» Мишлей 23 дробь 21 «Нет ничего хуже, чем дремать в синагоге или доме учения». Конец цитаты. Главная мысль здесь в том, что синагога и дом учения символизируют земное предназначение человека. Когда человек спит в этих местах, он демонстрирует презрение к ним и избегает выполнять свой долг перед Богом. Бог создал время как вместилище человеческой жизни. Жизнь это тот ограниченный промежуток времени, в который нужно действовать, потому что когда он заканчивается, с ним заканчиваются и все возможности, отпущенные человеку. Бог решил предупредить об этом человека, определив для некоторых заповедей временные рамки. Так заповедь субботы полностью зависит от времени. Те виды работ, которые запрещено выполнять в субботу, не являются плохими сами по себе, их можно, а возможно и нужно было делать еще за какие-то секунды до наступления субботы. Однажды мне довелось услышать объяснение стиха Ваикра Раба 10.5 от замечательного раби Йосефа до Вбер Соловейчика «Когда Каин пришел от суда, Адам встретил его и спросил «Каков приговор?» Каин ответил «Я раскаялся и получил прощение». Когда Адам это услышал, он начал бить себя по лицу и сказал Каину «Как могущественно раскаяние! Я не знал об этом!» В тот момент Адам сказал Таилим 92.1 Псалом «Песня в субботний день!» Конец цитаты. С одной стороны, связь между субботой и раскаянием Каина не очевидна. Однако Раф Соловейчик объясняет, что суббота символизирует понятие времени. За секунду до начала субботы человеку еще можно выполнять работу, у него есть свобода выбора, но как только начинается суббота, работать уже нельзя. Это урок не только о раскаянии, но и в более широком смысле о самой жизни. Человек должен осознать, что жизнь конечна, и только при жизни у него есть время действовать и служить Богу. Как только солнце его жизни заходит, возможность выполнять долг, ради которого он был создан, безвозвратно исчезает. Есть и другие заповеди, ограниченные во времени, например, молитвы и жертвоприношения относительно молитв, смотри, брахо, двадцать шесть алиф и тасафот. В сифри мы читаем Пинхас 144 «Субботнее всесожжение в свою субботу» Бемидбар 28 дробь 10. Здесь подчеркивается, что нельзя приносить пятничное всесожжение в субботу или всесожжение этой субботы в следующую субботу, то есть если всесожжение этой субботы не принесено, то же животное нельзя использовать на следующей неделе. Когда день прошел, приношение пропущено. Об этом же говорит и рамбам Хилхот Тимидин Умусафин 8 дробь Любое общественное приношение, время которого прошло, не должно приноситься, конец цитаты. Возьмем закон Пигул, который описывает ситуацию, когда человек собирается сделать приношение в неположенное время в Айкра 7 или в неположенном месте в Айкра 19. О мирном приношении говорится в Айкра 19 6 тире 8. Ты можешь есть его в тот день, в который ты принес его, а также на следующий день, но все, что осталось до третьего дня, должно быть сожжено в огне. Если кто-либо даже намеревается съесть это на третий день, это является мерзостью, пигул и неприемлемо. Если же человек все же съедает, он насквернил святое Господа и должен понести вину, такой человек будет отрезан от своего народа. Конец цитаты. Наши мудрецы понимают, речь идет о том, что нельзя есть приношение вне установленного места. Когда человек намерен это сделать, Писание использует слово пигул. Оно встречается в Ехескель 4.14 Мерзкая плоть пигул не входила в мои уста. Перевод Таргум Янатан Ешаягу 65.4 также говорит о тех, кто ест плоть свиньи и отвар мерзостей пигулим в их чашах. Конец цитаты Ваекрасием дробь 18 говорит о случае, когда кто-либо пытается съесть приношение вне установленного времени. Если что-либо из плоти и вовсе сожжение будет съедено на третий день, это будет мерзостью пигул. Здесь слово пигул снова напоминает нам о том, как важно выполнять заповеди в положенное для них время. Однако в данном случае Тора также озвучивает важный принцип. Если священно действие выполняется вне положенного времени, оно превращается в тяжелый грех. Цель всего сказанного в том, чтобы человек проникся важной мыслью. Время это тот удел, который отпущен ему на земле. Даже когда человек делает паузу для удовлетворения естественных потребностей, таких как еда и сон, он должен четко понимать, что их цель укрепиться и поддержать силы, чтобы выполнять заповеди с еще большей энергией. Можно задаться вопросом, почему Бог создал человека так, что ему в первую очередь нужно есть и спать. Ответ в том, что он решил показать человеку его ограничения. Человек должен понять, что он не похож ни на ангелов служителей, ни тем более на Бога, который не ест и не спит. Человек должен понять, насколько он ограничен, что вся его жизнь зависит от пищи и сна. Жизнь дана человеку в долг, который с ее окончанием он должен вернуть, хочет он того или нет. Не по своей воле ты создан, не по своей воле рожден, не по своей воле ты живешь, не по своей воле ты умрешь, и не по своей воле ты должен будешь дать строгий отчет перед верховным царем царей святым, да благословится он. А вот конец четвертой главы. У раба Мейра и его жены Брурии погибли двое сыновей. Наши мудрецы рассказывают, что сделала Брурия, прежде чем сообщить о трагедии мужу и Алкут Шимани Мишлей 31 964 Брурия положила еду перед раби Мейром. Когда он поел, она сказала, господин, я хочу задать вопрос. Некто недавно дал мне залог, чтобы я позаботилась о нем для него. Теперь он пришел, чтобы потребовать его обратно. «Должна ли я возвращать его или нет?» Раби Меир ответил, «Дочь, если кто-то держит залог, разве он не обязан возвратить его владельцу?» Тогда она сказала, «Я бы не вернула его без твоего ведома». Конец цитаты. Взяв его за руку, она отвела его в спальню, когда она отодвинула занавес кровати, он увидел, что оба его сына лежат мертвые. Тогда он начал рыдать, «Мои сыновья, мои сыновья, мои учителя, мои учителя, мои сыновья, которые правильно себя вели, мои учителя, которые просветили бы меня своей Торой». Тогда она сказала, «Господин, разве ты не говорил мне, что мы должны отдавать залог его владельцу?» Господь дал, и Господь взял обратно, да благословится имя Господа». Иов 1, дробь 21. Конец цитаты. «Жизнь есть не что иное, как залог, вверенный нам Богом. Бог определил, что человек должен жить некоторое время, за которое он должен выполнить возложенную на него задачу. Подобно хранителю вклада, человек должен защищать свою жизнь от урона или неподобающего употребления. Когда приходит время расплаты, он должен вернуть ее владельцу. Человек, получивший жизнь, подобен наемному охраннику. Он несет ответственность в случае утраты, кражи, повреждения или разрушения вверенной ценности. Тем не менее, когда человек получает жизнь, он начинает страстно желать ее. Следовательно, он считается уже не охранником, но заемщиком. Он не только несет ответственность за сохранность ценности, но и сам извлекает из нее выгоду. Когда взятое в долг животное умерло, выполняя предназначенную для него работу, его заемщик несет за это ответственность. Точно так же и человек, если он обращается со своей жизнью надлежащим образом, выполняя задачу, возложенную на него Богом, владельцем его души, его награда будет очень велика. Дорогой друг, вникните в эти слова на тему жизни, слова огромной важности. Земная жизнь человека, исчезающая коротка, она проходит в мгновение ока. С одной стороны, важность жизни огромна, ведь только благодаря ей человек может выполнить свой долг, ради которого он создан. однако с другой стороны, как коротка и мимолетна жизнь, она сравнивается с ломающимся черепком, увядающей травой, проносящимся ветром, проходящей тенью, исчезающим облаком, уносящейся пылью, улетающим сном. Унетаны Токеф конец цитаты наше настоящее вечное существование в будущем мире, а не на этой земле. Цитата «Этот мир, как преддверие перед будущим миром. Приготовьтесь в преддверии, чтобы вы смогли войти в зал пиршества». А вот 4 дробь 16 здесь содержится одновременно и одобрение, и предупреждение, над которыми мы должны как следует поразмыслить перед тем, как примем ярмо неба. Человек должен понять, в чем состоит цель его земного существования, и уяснить, что жизнь — это лишь средство выполнения этой цели. он должен понять, как коротка и мимолетна жизнь, сколько в ней пустоты. Однажды, поняв все это, он обнаружит, что нет смысла бояться смерти, если при жизни придерживаться ярма неба и всегда быть готовым пожертвовать собой, осветив имя Бога. Если, исполняя волю Бога, человек достиг бессмертия, что он теряет, если внезапно покинет этот мир, в конце концов, из-за змея Бог обрек человечество на смерть. Мудрецы учат, берешит раба 9.5. Адам был достоин никогда не вкусить смерти, даже после согрешения. Единственная причина, по которой он был наказан смертностью, состояла в том, что Бог увидел, что Навуходонасор и Хирам, царь Тира, захотят обожествить себя. Конец цитаты. Смерть это неотвратимый приговор Бога. Раз так, сколько лет может прожить человек? 70 лет, 80, если есть силы, Таилин 90 дробь 10, а возможно и все 120, да и то с болезнями и страданиями. Смех тупо. Смех